очень серьезный разговор очень 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 такой смешанный такой полу романтичные полутрагичный потому что речь касается того самого водораздела которым я уже говорил это водораздел который разделяет людей по уровню их мироощущения людей которые понимают вещи ну как бы философски и людей которые мы считать конкретно очень конкретно ну вот например я видел такую сценку в кино как девушка сидит и говорит парню там где-то не сидят она ему читает стихи какие-то там я слышу пение шелести листвы и там в капли воды океан ну что-то такое а он сидит такой угрюмый и вдруг ей говорит это что за дурак такое придумала ты чьи стихи такие читаешь она так удивилась ты шутишь да нет ну как капли воды океан может помещать которые буквально и мышки чего это происходит ну дальше я хочу сказать кое-что трагичное я живет с точки зрения психологии изучаю много моих учеников изучали психологов и вообще много психологов изучали было такое время когда у нас страна стала рушиться меняться турбуленция и стали появляться тоталитарные секты и вот вопрос возникал многие молодые люди попадали в эти секты и приходилось вот и с ними разговаривать из их родителей разговаривать и что там происходило ну вот я например недавно со своей дочкой села она же психолог разговаривал она говорит ну ты же должен понимать что они когда буквально например понимают рай и а то они же буквально понимаешь и там раю там ну там наслаждение вечное такое вот вечное наслаждение после смерти и вот я говорит часто с родителями встречалась смотрю там разбираюсь в этой ситуации оказывается отец все время пьет мать бьет мать тоже там по-своему и короче говоря этого ребенку некуда деваться и вот он попадает ситуацию где ему обещается вот это ну теплое местечко такое вот хорошее такое ну куда ему деваться вот вы представляете ситуацию вот как это происходит если допустим ребенок оказывается в тисках постоянных негативных воздействий у него нет выхода либо там стать наркоманом стать сектантом стать суицидным каким-то потому что деваться некуда и вот ему предлагается там он попадает все кто там все время говорят о том что вот так хорошо так хорошо ведь сектанты как они обычно завлекают они завлекают тем что ему там легче когда он с ними общается у него круг появился круг появился значит и они конечно они помогают то есть они противопоставляют той трагедии в которой находится некое положительное начало ну мы знаем что всегда человек стремится там где ему легче там где ему теплее а там часто применяются и методики разные такие вот я даже знаю секту трясунов в этой секте трясунов трясутся да но они просто не знают о том что это просто так мозг наш устроен я же вам рассказывал один из приемов саморегуляции чтобы сбросить лишних напряжения и выйти на состояние самая себя восстановить баланс и упражнения потрясись но это же инстинкты человеческие когда ты нервничаешь тебя трясет что-то такого но они-то этого не знают и в этой секте трясунов там у них знаете чем все это отличается от обычной великих секта отличается тем что силу своего воздействия которое происходит человеком позитивное какое-то происходит у него лучше и не облегчение мощь это секты приписывает себе и поэтому они как-то это сказать ведомые до полагая что это от него импульсы идут начинают его следующие слова слушать уже менее критично но и постепенно погружаются в этот мир свой это вообще-то очень серьезное явление это я один только аспект скажу и вот значит мне дочка моя в то время писала я час вытащил из архива по полю от их вытаскивают одним способом огромное значение уделяет перевода их взгляда они смотрят вовнутрь себя их внимание внутри верят в то что им били в голову и все время об этом думают надо взгляд изнутри перевести на внешние обстоятельства но показывать и говорить лишь о положительном и тогда мозг начинает взвешивать и измерять где лучше и если убедить что здесь где он живет все хорошо но это условно говоря есть шанс что она туда выскочит это на начальной стадии она тогда писала это тебе для размышлений ну вот она дальше писала что я считаю пока там вот эти вот родители рядом мало что получится потому что там кто-то из них рулит еще и манипулируют ребенком получается такое что в общем короче говоря судьба так складывается у ребенка ну вот смотрите как интересно вот задай говорит этому человеку вопрос далеко ли он от своей сути сейчас от того но его пить и допустим зовут но звали то его не пить а эти самые разные люди далеко ли он сейчас от своей сути от того который он есть на самом деле а вот сейчас он туда пусть он вспомни какой-то был когда был маленький ну ты ходил на речку там купался там детишками игрался какой-то бы вот это не 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 тот еще такой полный сектант который вот так промыли мозги что она вообще ничего не слышит потому что он будет только вам священное писание посылать из евангелия там или из буддийских текстов или из других текстов или из корана то есть это неважно какая секта речи не об этом идет но речь идет о том что им так хорошо им так хорошо и вот это буквальное понимание вещей что есть ад и рай и и невозможно понять как капли воды может быть океан и невозможно понять что бог не над нами но его на покрука и внутри нас и поэтому что это метафора создал бог человека по своему образу и подобию потому что за миллионы там человеческих статистических пониманий об этом высоком за много тысяч лет вычислено что по природе человек творец но это метафоры все люди буквально понимают можем всем всем причем были проблемы я почему вот это буквально и мироощущения и вот это осмысленное когда мы понимаем что это фраза какая-то там написано метафора но я же надо растолковывать и тут все зависит от толкователей и поэтому там и во всех этих священных писаниях в той или иной религии много толкователей потому что иначе как у нас же есть мера ощущения такое еще что лес тебе скажи лес или озеро один представит лес 3 дерева другой представить себе лес 500 деревьев у кого какое представление в этот момент возникает след за каким-то словом ну поэтому невозможно же вот даже кто-то очень мудрый человек скажет какую-то фразу это ее надо толковать сто раз потому что что он имел виду там под этим но это есть такие шлифованные фразы которые фильтр времени прошли да ну например борьба добра и зла но что это такое но это есть какое-то понимание да потому что вот эти слова прошли многолетний фильтр в переносе восприятия разных людей разных характеров ну ладно в общем я просто хочу сказать насколько это все сложно чтобы вы тоже со мной вместе подумали это очень важно ну важно вот чтобы вот таких людей которые предметно мыслят нашли себе там нишу таком понимании а рад гора и ади помните а куджава говорил что жизнь короткая такая надо показать что жизни и сейчас есть хорошая и сейчас хорошие чтобы он постоянно туда не убегал надо какие-то примеры пока любви сопереживания сотворчество это же вечные человеческие ценности но я знаю вот у меня одна девочка была знакомая сектанка она сама по себе была такая нежная она вот была в другой семье там семья и очень любил там отец не пил да никто ее не ругал дура не называли она тоже стала сектанкой почему вот видите как сложно все а потому что есть такие моменты сложные когда ребенок силу своего воспитания не может поделиться с родителями своими вопросами своими переживаниями находят определенную группу для у нее друзья они там допустим ну да попадают под чужое влияние возраст у него такой они на эти вопросы не отвечают они отвечают да но переходный возраст такой бывает когда я интересно как мальчики устроены или наоборот мальчикам устроена как девочки устроены у нас было такое время я же жил в то время когда только speed info когда появился газеты люди стали узнавать вообще что такое секс до некоторого понятия до некоторого понимания людям все но как-то понимали но это женщины в этом больше понимать но как-то понимали ну честно говоря я даже в девятом мне в восьмом восьмом классе я еще не знал я знал что дети не под кустом появляются но я не знал еще что это происходит при взаимодействии мамы и пап мне когда он мой сотоварищ так сказать открыл эту тайну тоже с такими глазами я тоже так удивился да игру бурка не может быть таком ну вот это вы знаете это же вот я разные такие паслы так сказать рассказываю для того чтобы у вас возникало понимание что эпохи меняются перемены происходят а все-таки вечные ценности остается я почему про вечные ценности про любовь сопереживание чувство чужой боли созидания сотрудничество они базовые и когда мы хотим кого-то вывести опять из зашоренный глаз на свет божий чтобы он опять начал радоваться жизни они туда все время стремился в ту жизнь где у него рай уготовлен а чтобы он эту жизнь ценил я для этого рассказываю что мы понимали чтобы люди вокруг нас ценили эту жизнь они убегали кто в какую нишу и там не застревали потому что это очень опасно почему влияние попадут надо демонстрировать им своим примером это к сожалению лично у меня вот лично у меня ну чтобы я с детьми общался вот так вот сидел с ними вот как моя татьяна сидела когда я с друзьями гуляла философии мыслил там до утра она сидела моему сыну аллену она мне говорила я его каждую ресничку на иисус знаю она сидела с ребенком а я вот там балбес ну так сказать но я же жил да я же ну как не совсем понимала я же был тоже таким еще не взрослым человеком но мне интересно было с друзьями встретиться там но потом я же не не женщина чтобы сидеть с ребенком я конечно ходил там куда-то с кем-то общался но это понятно понятно то тут тут очень тонкие вещи которые надо как-то надо вот ну короче говоря надо быть человеком что-то надо придумывать друзья и поэтому как я могу это придумать один и вы как это можете придумать и кто-либо петров иванов сидоров магомедов но никто не может один это придумать поэтому мы должны его так вот размышлять думать и да и психологи должны думать об этом но главное я сегодня сказал человечность я вообще думаю что надо создать этот науку о человечности которой нету потому что она религия приписанная говорила она приписана искусству но науки науки такой нет чтобы критерии были научные потому что наука все-таки она дает гарантированный результат именно поэтому люди летают не на коврах самолетах как сказки самолетом летают да если бы молитва одна только могла бы решить все вопросы тогда мы могли бы люди просто сидеть и молиться и ничего делать не надо и строить дома не надо и самолеты создавать надо же еще и действиями и своими положительными деяниями потому что одной верой во что-то недостаточно все должно быть своими поступками подкреплено ну вот так что друзья создавать науку о человечности нужно и мы вместе это можем сделать науку о человечности именно исследуя вот видите что я сделал я взял сейчас и рассказал разные случаи трагичную семью и не трагичную семью и там трагедии там трагедии в результате было вот и поэтому еще раз выделил что нужно науку о человечности критерии такие именно по научному подойти потому что нам ну короче это очень сложно вопросы я делюсь с вами своими размышлениями ничего плохого в этом нету о чем я сейчас говорю ничего плохого нету что я сам в таком поиске решений сегодня особенно это важно сегодня особенно это важно потому что сегодня опять переломное время опять переломное время и в этой ситуации неопределенности и неизвестности нет образа будущего человек теряет устойчивость и поэтому я еще еще раз буду говорить об этом может быть даже институт надо создать институт саморегуляции человека или институт человечности институт науки человечности но надо чтобы все подключались к этому вопросу потому что только вместе мужчин наша школа человек будущего друзья для объединения людей размышлений над сложнейшими проблемами человека и человечества в итоге хочу сказать у меня есть афоризм и хочу вам его подарить что человек развивается при взаимодействие с настоящим добротой и шедеврами мировой культуры конечно конечно подумайте об этом это очень важно короче говоря я хочу быть человеком ничего плохого я в этом не вижу и поэтому у меня есть и голова чтобы размышлять а вот те люди которые уже становятся сектантами я тогда заметил очевидный факт у них есть табу внутренняя таба табу о некоторых вещах не задумываться их так учили а человек сохраняет голову поэтому я вам предлагаю этот афоризм мой помнить homo fa sapiens в переводе это человек разумный видите как вот из факта стал афоризм ну до встречи